Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Тема Марты. Переход в 5 измерение. Земля и энергия Творца. Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети. А теперь мы поговорим о том, как взаимодействует с Землей энергия Творца. Эта энергия взаимодействует уже со второй чакрой вашей планеты, которая соответствует пятой чакре человека. В чем же состоит самовыражение Земли и как ей в этом помогает энергия Творца? Начнем с того, что на заре человечества, когда люди и Земля жили друг с другом душа в душу, ваша планета была всегда плодородна и приветлива к людям. Климат был мягкий и Земля одаривала всех своих обитателей обильными урожаями. Но по мере того, как люди меняли к ней свое отношение, она отвечала им тем же, что соответствовало законам мироздания, что посеешь, то и пожнешь. Именно это и происходит сейчас. В данном случае энергия Творца лишь способствует более мощному проявлению ответных мер по отношению к человеку со стороны вашей планеты. Чем больше калечат ее люди, тем сильнее воздаяние, которое проявляется в виде землетрясений, наводнений, ураганов, извержений, вулканов, цунами. И на первый взгляд, Земля делает это не во благо людей. Но если следовать не человеческой, а божественной логике, то она наглядно показывает людям, как работают законы Вселенной. И она становится для своих обитателей главным учителем. И в этом проявляется ее самовыражение на данный момент. Другими словами, сместились акценты ее творения. И тот, кто по-настоящему любит свою матушку Землю, сумеет это понять и принять, поскольку почувствует ее боль, признает ее право на самозащиту и одновременно на воспитание своих неразумных детей. Исходя из этой божественной логики, все то, что происходит сейчас на Земле, несет в себе не негативный разрушительный характер, а необходимый очищающий. Идет глубокая и серьезная чистка вашей планеты от накопления скверны, как физической, так и энергетической. У Земли нет другого выхода, так как она спасает не только себя, но и чистые, светлые человеческие души, способные идти вместе с ней по пути Вознесения. И в этом, как ей, так и людям, чьи вибрации уже достаточно высоки, помогает энергия Творца. Мне хочется, чтобы вы четко понимали, родные мои, что даже трагические, с точки зрения человека трехмерного мира события, могут нести в себе светлое начало, пробуждающее человеческое сознание. К сожалению, в сложившейся ситуации только так, через страдания, человек способен выйти на новый виток своего духовного развития и увидеть последствия своих варварских действий по отношению к Земле, своей красавице-планете, которая предоставляла ему кровь и еду на протяжении всего существования человечества. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Земля и энергия Творца». Маленькое дополнение. Сейчас очень много людей, у которых уже открыта пятая чакра. И, естественно, такие люди более творческие, более открытые, более продуктивные, эффективные в своей реализации. Поэтому сейчас, во время митроградного Меркурия, у вас могут открыться сверхспособности, сверхвозможности, утончиться ваши чувства. Придут какие-то такие идеи, которые, казалось бы, вообще неосуществимые. Но вам они будут уже даваться легко. Поэтому больше доверяйте себе. Больше реализуйте себя в своем творчестве. Как на уровне мысли, так и на уровне намерения. Ну, как, например, можно применить энергию Творца вот сейчас. Вот просто сейчас, вот на данный момент. Это «я приветствую себя в новом восприятии». Я приветствую себя в новой реализации. Я приветствую себя в новых энергиях Творца. Я приветствую себя на новой процветающей планете Земля. Я приветствую себя в новых гармоничных взаимоотношениях, как на плотном плане, в мире проявленном, так и в тонких мирах, во взаимосвязях со своей звездной семьей, со своим высшим «я», со своей божественной душой и со своей материнской душой. Не надо ничего придумывать, не надо ничего усложнять. Просто обозначьте свое взаимодействие в сбалансированных стихиях. И вот эти все четыре стихии – огонь, воду, землю, воздух – объедините единой энергией любви. Вот так вы можете каждое утро, применяя энергию Творца, воспроизводить те образы, в которых вы и желаете жить сейчас. Не смотреть по сторонам, а формировать этот образ. С вами в энергиях Творца на планете Земля. Продолжение следует...